сегодня мы отправляемся опять на coconut island посмотрим как живет кокосовый остров мы были в октябре на нем теперь побываемся с январь высокий сезон посмотрим сравним сколько стало больше людей комфортней стало проживать там или нет вот такой у нас таксист крутой чувак мэд поддаю на штуку погнали чем побыли мы тут определенное время посмотрели территорию новые локации по открывали тут сейчас я вам видео все это и покажу отель достойный и хочется еще раз сюда приехать отдохнуть при том это не только мне мое мнение много людей мы встретили пообщались тоже говорят что отдыхают здесь повторно еще раз сюда приедут сервис хороший гостиница красивая все прекрасно итак начнем с номеров номер наш на втором этаже с видом на большой бассейн с водопадом номер светлый просторный с хорошим дизайном интерьера имеется балкон со столиком где очень приятно попивать утренний кофеек на свежем воздухе комнате есть удобная king-size кровать телевизор вентилятор холодильник кондиционер прекрасная душевая комната с тропическим душем и очень хорошей косметикой на основе кокосового масла туалет тоже светлые просторный но есть нюанс стенки душевой и туалета просматриваются с комнаты неудобненько получается когда сидишь в туалете как на сцене второй номер точно такой же только с зеркальным размещением предметов интерьера и другой цветовой гаммой номера хоть и проще чем на виллах которые я показывал в предыдущем обзоре но тоже очень хорошие а номера в виллах лучше подойдут для больших компаний по отелю курсируют клапкары которые довезут вас в любую точку отеля также их можно вызвать из номера возле главного ресторана проходят завтраки и ужина по типу шведского стола еда очень вкусная и разнообразно есть фрукты овощи соки вкусный кофе и десерты главный ресторан расположен на большой открытой площадке с видом на море и главный бассейн тут же расположен мини магазин где можно купить всякие мелочи репелленты орешки прокладки зубные пасты шоколадки мороженое десерты алкогольные напитки этажом ниже расположены митинг румы далее по аутентичной лестнице сделаны из старых пирсовых балок мы спускаемся к пляжу пляж подчистили от заросля но местами переусердствовали и спилили слишком много отчего некоторые деревья выглядят куцами на пляже прибавили лежаков и привели береговую линию в порядок восстановили сетку море которая защищает от морских обитателей коих тут очень много на пляже множество всеобразных красивых ракушек так выглядит пляж во время отлива во время отливов и рано утром лучше воздержаться от купания в море так как на побережье могут быть скаты об этом нам сообщили спасатели из минусов высокого сезона появление лодочников на пляже они заплывают в зону купания и ждут там чтобы свозить кого-нибудь на острова а пока они ждут в море плавают пятна соляры и стоит жуткая вонь от смеси топлива и выхлопных газов на пляже как и прежде можно взять саппорт бесплатно а вот каяк можно взять только за денежку на каяке можно добраться на противоположный необитаемый остров за 15 минут но нужно смотреть по сторонам так как по пути на остров пролегает один из маршрутов скоростных катеров и гидроциклов совсем глупая идея добираться на остров сапбордом на нем вы просто не успеете сманеврировать и открыть в случае опасности на остров обязательно нужно брать коралки или же другой сменный обувь так как песчаным он выглядит только издалека в реальности это мелкий раскаленный солнцем ракушняк перемешку с острыми вулканическими камнями гулять босиком тут рискованно на острове есть руины какого-то строения но я туда не ходил кто его знает что там за живность водится на обратном пути мы отклонились чуток левей и поплыли в тени острова с видом на красивые скальные породы и деревья главный бассейн в форме огромной раковины которая является визитной карточкой этого отеля в прошлый раз он был предметом восхищения в этом отеле в этот раз это было главное разочарование стенки бассейна были грязные с коричневым налетом а вода в бассейне была мутная и зеленого цвета в конце дня в нижнем ярусе плавала взвесь коагулированных зеленых водорослей а на ступеньках нижний ярус отсутствовали целые фрагменты плитки на стене возле бара были следы птичьего помета так и остались на седьмой день кто-то спохватился и в бассейне начали менять воду и почистили часть стенок что чуть улучшило ситуацию но так дела не делаются неприятный усадок остался бар в воде неплохой коктейли делают хоть и артистично но вкус и внешний вид посредственный коктейли лучше заказывать в баре на пляже отдельно хочу показать вам пицца йолу он тут просто бог кухни то как он ответственно делает свою работу можно сравнить только с работником какой-нибудь ядерной станции я случайно заметил его ожидая пиццу на баре с какой любовью он делает корж а потом наполняет пиццу всем необходимым содержимым это лучшее отображение часть тайской философии суай суай это красота лебеди из полотенец цветы на кровати кропотливый карвинг по еде это все суай все должно быть красиво и радовать глаз но все должно быть и как она есть не всегда одно и то же но это лирическое отступление по длинной лестнице мы случайно попали на пустующую виллу наполнение которых я показывал ранее ссылка будет в описании беглое впечатление выглядит грязновато далее мы заглянули на террасу рассветов это видовая площадка где можно встретить рассвет заказать уединенный ужин а также можно сделать красивое фото с шариками которых на полу стало заметно меньше их зачем-то перенесли на пляж также открыли к заселению часть вилл на каскадных озерах озера еще не доделаны до конца но вечером тут можно послушать музыку жаб сверчков и прочей живности а в самой верхней части отеля над виллами расположена зона спа и также тренажерный зал музыка детская зона тут есть качели разные лазалки и горка дети с радостью проводят тут время музыка музыка чуть далее размещена детская площадка с водными аттракционами тут настоящий рай для малышни есть и водные пистолеты и мини горка разные брызгалки фонтаны ведра с водой покрытие на площадке сделано из цветной резины чтобы уменьшить травматизм и не было так скользко но местами это покрытие пошло пузырями а в некоторых местах порвано что может закончиться в лучшем случае падения но место веселое дети с радостью проводят там время большой бассейн который был осенью закрыт теперь открыли к посещению гостей давайте посмотрим чем может порадовать это локация отеля итак тут есть бассейн с джакузи где может разместиться компания вплоть до 10 человек детская водная горка с бассейном лягушатником горка чуть побольше с выходом в большой бассейн ну и сам большой бассейн с чистой теплой водой лежаков тут малая часть из них поломаны и травмоопасны вокруг бассейна растет большое количество зелени а также цветущих деревьев по периметру бассейна расположены комфортные и просторные виллы а изюминкой бассейна является водопад вечером с него можно наблюдать красочные тропические закаты ресторан на пляже он прекрасен всем начиная с расположения интерьера и заканчивая вкусными блюдами и отличными коктейлями мы даже попали на какой-то праздничный вечер с выступлением кабарет выглядело странно но песни пели гости усилились коктейли делали к слову это был один вечер с культурной программой за все наше время пребывания остальные вечера мы коротали либо под звездами на побережье под шум волн и летающих лисиц или в деревне про то как добраться до деревни и куда пойти любителям шумных вечеринок и вкусно покушать я покажу в следующем видео если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь можете еще и колокольчик поставить чтобы были напоминания о новых видео видео снято на лучшую экшн камеру инста 360 x3 все полезные ссылочки будут в описании до скорых встреч